Ломай, 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 Марина! Как вам такой, Япон? Чистая победа от Рязанки Марины Воробьевой на Кубке Азии. Нашей спортсменке всего 21 год, но ее уже называют главной российской надеждой в женском дзюдо. За плечами юной королевы Татами, так с неким авансом называют ее российские СМИ. Уже несколько международных стартов. Кубок Азии, к слову, второй. И снова Марина остановилась в шаге от самого высокого места на пьедестале. Говорит, полуфинал турнира вышел досадным. В моей весовой категории до 48 килограмм была хорошая конкуренция. Были очень хорошие соперницы из сборной Китая. Целых три девочки в моем весе были. Вот, провела четыре встречи. Достаточно неплохо выступила, но допустила ошибку в полуфинале. Чисто по своей вине проиграла. Могла занять первое место, отбороться лучше. Совсем недавно правительство Рязанской области заключило соглашение с Федерацией дзюдо России. На брифинге говорили в том числе и о Марине Воробьевой. Она уже в сборной и если все пойдет как надо, она точно станет той самой королевой Татами. Президент Федерации Сергей Соловейчик в этом абсолютно уверен. У вас есть молодые спортсмены, есть Марина Воробьева, которая совсем недавно влилась в состав сборной команды. И мы уверены, что она в ближайшее время станет лидером весовой категории через несколько лет. Только закончились одни соревнования, а спортсменка уже едет на сборы в Сочи. И хотя план по международным состязаниям на ноябрь еще не утвержден, Марина Воробьева рассчитывает провести собственную работу над ошибками, чтобы стать сильнее. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».